Смотрите сегодня в проекте Фронт Ньюз. Президент Украины в самом пекле войны в городе Бахмуте. Для меня это честь, хочется вас поддержать максимально. В это время оккупанты пытаются стереть с лица земли украинский Херсон. Так я вот тут сидел и... Грац, мина упала. Подламинируют территорию нашей страны. Но украинские вооруженные силы заставляют противника менять тактику. Они буквально жгут землю под ногами захватчиков. И дают понять врагу, здесь им делать нечего. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. За Мариуполь! Десять месяцев полумасштабной войны. Десять месяцев героического сопротивления украинских вооруженных сил и украинского народа против армии Владимира Путина. Приветствую, это Фронт Ньюз. С вами Владимир Тимошенко. Следующие полчаса вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. Ну что ж, сразу же проанализируем то, что происходит на многострадальном Донбассе. Бомбежки, взрывы, зверства, военный террор. Одним словом, все, что представляет из себя тот самый русский мир, вот уже более восьми лет превращает жизнь местных жителей в настоящий ад. Ну а бахмутское направление сейчас действительно главное пекло этой войны. Противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменская, Белогоровка, Махмут, Клещиевка, Андреевка, Александра Шультина, Курдюмовка, Азаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. А если же говорить про сам город Бахмут, то то, что происходит сейчас, это настоящий Армагеддон по вине Путина и его военных коллег-преступников. Да что там говорить, лучше увидеть. Но даже все это не стало помехой для президента Украины. 20 декабря перед визитом в Вашингтон Владимир Зеленский посетил самую горячую точку фронта – город Бахмут. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сохранили главное – землю, желание жить, Украину и наш флаг. И вот что действительно показательно. В тот же день российский диктатор Путин, находясь в самой охраняемой точке России – Кремле, вручал государственные награды коллаборантам. Когда слышно было разное, можно было заявление или изделки где-то. Чувствуете разницу? Один президент в теплом кабинете награждает предателей и убийц и отправляет их погибать, как пушечное мясо на украинской земле. Я искренне считаю, что все они герои. Все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. А другой на передовой, в самом центре боевых действий, награждает украинских воинов, которые ценой собственной жизни освобождают родные земли. Знаете, что вы надыхаете. Знаете, что вы вдохновляете все наше общество. Знаете, что это не просто Бахмут – символ. Это Бахмутская крепость. Конечно же, для вооруженных сил Украины подобные визиты главы страны – это колоссальный подъем боевого духа, придающий сил для дальнейшего сражения с вражеской армией. Благодарю вас. Будьте сильными. Берегите эту крепость. Всего хорошего. А еще наши герои прямо там, в Бахмуте, передали президенту флаг Украины, который Зеленский, в свою очередь, под несмолкаемые овации, и презентовал Нэнси Пелоси во время выступления в Американском конгрессе. Этот флаг теперь всемирно признанный символ несокрушимости украинской армии. А сейчас настал черед детальнее обсудить ситуацию на Херсонском направлении. После блестящей спецоперации украинских вооруженных сил по освобождению Херсона и правобережной части Херсонской области враг просто-таки беснуется. Прошедшая неделя, естественно, исключением не стала. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелом из реактивной и ствольной артиллерии подверглись марганец Днепропетровской области и, конечно же, сам город Херсон. Да, враг обстреливает Херсон до 60 раз в сутки. Гибнет мирное население, страдает в том числе и дети. С левого берега Днепра оккупанты стреляют по городу всеми возможными артиллерийскими системами. Расстояние до жилых кварталах, а это и есть целью врага, здесь настолько мало, что в ход идут даже вражеские минометы. И дня не проходит без погибших и раненых. Детальнее расскажет корреспондент ТСН Антон Кацуконь. Вот сюда где-то прилет был. Ну, видите, куча крови мужика, и вот это рядом женщину убило. Снаряд, который унес жизни гражданских, разорвался вблизи небольшого магазинчика в центре Херсона. Полицейские на месте собирают улики очередного преступления россиян. Сначала бух, потом свист, потом здесь взрыв, все. И полетел. Мужик со двора вышел, перевернул руками и на телефон позвонил сразу. Еще один прилет на соседней улице. Здесь загорелось здание, но огонь мгновенно потушили бригады спасателей. Взрывом повредила провода электросети. Этот район расисты накрыли практически сплошным квадратом. Каждые несколько метров разрушенные дома и воронки от снарядов в асфальте. И сегодня московиты убили не только людей. Она орет, просто орала. Мы сначала думали, что человек кричит. А когда вышли, уже увидели собаку, что мы не сделали. Своего четырехлапова владелица этой груди мусора, который еще два часа назад был домом, начали искать сразу после прилета. Нашли живого. Муж Екатерины Сергей хозяйничает в большой комнате. Лопатой пытается откопать документы. Так я вот тут сидел и раз, мина упала. Вот тут стоял стол, здесь тут кресло стояло. Я сидел, вот это всем меня влага, что эта балка выдержала. Меня просто тут не похоронило. Сергея после взрыва оглушило, поэтому и не слышал крика жены. В глазах потемнело, потом уже когда глаза открыл, смотрю, уже чистое небо. Ну думаю, уже хотя бы не завалило до конца, хоть выберусь сам. А делался так, даже с ссадинами далеким испугом. Повезло. На самом деле повезло здесь всем жителям двора. Учитывая силу взрыва, которая вырвала и словно причудливую декорацию забросила на провода часть ворот, а также количество осколков, которые прошили, кажется, все вокруг, это чудо, что никто не получил повреждений. Скорее всего, это была мина, потому что свист был. Скорее всего, это была мина. Говорят, что был свист первый раз, а это было второе. Непонятно, потому что ребята военные нашли наконечник от снаряда. Всех тех мин и снарядов, а также реактивных ракет московиты не жалеют, запуская их на головы гражданских. Такое здесь происходит каждый день. И стало настолько обыденным, что люди уже даже особо не задаются вопросом, а зачем они это делают. Мы вышли сначала, когда вгахнуло что-то там. Мы только заходим, ложимся, я с женой там буду валять, и вот сюда вот это, и тут газ шипел. Тихо! Сейчас в Херсоне это отдельная категория времени, которая измеряется максимум десятками минут. Весь город фактически находится на линии фронта, который проходит здесь по Днепру. И несмотря на ежедневные террористические массированные обстрелы по-гражданским, горожане все же пытаются как-то жить в этом аду. Да, вооруженные силы Украины прекрасно понимают, пока враг находится на левом берегу реки Днепр, о спокойствии в этом регионе можно забыть. И, конечно же, украинские военные не словом, а делом жгут землю под ногами оккупантов. В частности, сейчас вы увидите эффективнейшую работу на Херсонщине от наших артиллеристов. В данном конкретном случае оккупанты попали под Железный Град. Им будет, ох, как не сладко. Детальнее в сюжете наших коллег с телерадиокомпании «Бриз». По прогнозу погоды у нас сегодня солнечно. Но наши воины-артиллеристы обещают для оккупантов град. Как говорит экипаж этой боевой машины, никакое укрытие не поможет россиянам остаться сухими. А самое главное – живыми. Хоть враг и не оставляет попыток захватить кусок украинской земли, шансов на успех ВСУ ему не дают. Ну и в шутку между собой говорим «Мини Хайморс» на резиновой лодке. Он хоть и старенький, но свою задачу выполняет. Наши защитники отрабатывают поражение целей противника уже по хорошо проверенному способу. Тут было пристрелочное задание с работой беспилотника. Мы должны более точно попадать, поражать и делать это экономнее. Наши воины отправляют агрессору подарки и днем, и ночью, вне зависимости от погодных условий и дня недели. Командир боевой машины руководит подготовкой обслуги к бою для того, чтобы четко поражать цель. Работа экипажа максимально слаженная. Нормальный водитель, нормальный наводчик, нормальный командир – все это дело комплектуется и получается. Боевая семья, скажем так. Наша задача в таком случае только одна – победить. Знаете, за 10 месяцев этой войны начинаешь ловить себя вот на каком парадоксе. С одной стороны, очень страшно знать, что украинские города и села находятся в оккупации. И тут же невероятная радость, когда наши защитники возвращают их домой. Вот только радость быстро улетучивается. Ведь когда видишь, какой кромешный ад оставляет после себя русский мир, на теле появляются мурашки. Вот, например, село Александровка Херсонской области. Тут российские псевдосолдаты показали себя во всей красе. Село фактически полностью уничтожено. Но люди все равно возвращаются домой. Несмотря на то, что прошли сквозь пытки, террор, мародерство, одним словом, фирменный почерк кремлевских войск. Детальнее в эксклюзивном и леденящем душу материале от корреспондента ТСН Руслана Ермалюка. С кухни вынесли все, вплоть до ножей и вилок. Всю мягкую мебель забрали. А все остальное просто сгорело или же они уничтожили. В свой город Людмила вернулась через 8 месяцев после эвакуации. И ужаснулась. Дом разграблен, разбит и заминирован. Ищут уцелевшие вещи, а их не осталось. Я все равно вернусь. Знаете, родная земля там, где тебя мать родила. Я стояла вот точно так же, как стою сейчас. Я не знаю даже с чего начинать и что вообще делать. Дом, в котором еще родился отец Людмилы, больше не пригоден к жизни. Но он хотя бы со стенами. Это вселяет надежду, что есть возможность отстроить. В селе Александровка целых домов не осталось вовсе. Там была младшая школа. Там была младшая школа. А теперь нет ни старшей, ни младшей. Все разбомбили. Библиотеку сожгли. У нас была самая большая библиотека в районе. Сожгли. Нет ни одной книги. Окупанты вели себя агрессивно и дерзко. Ограбили все дома, забрали у людей все автомобили и захватили уцелевшие от своих же обстрелов дома, в которых, собственно, и жили. Они в основном пытали, в погреба бросали, если с ними не сотрудничали. Такое они делали с людьми. Нас домой не пускали. Вывозили абсолютно все. Холодильники, стиральные машины, микроволновки. Все, что могли. Дома у нас абсолютно пустые. В них ничего не осталось. Николай жил в оккупации в Станиславе. Это город около Александровки. Хотел уехать в Николаев, но дамба уже была непроездная. Сейчас живет в кухне вместе с женой. За свой двор на огород не выходит, так как боится. Во всех домах есть мины. В этом доме их было очень много. У нас было две мины. А мы ведь ходили и даже не видели их. Когда зашли, уже были растяжки. Мы откуда знаем, что они есть. Село абсолютно пустое. Во дворах разбитая техника оккупантов, вражеские шины и боеприпасы. Раннее курортное село Александровка около лимана на Херсонщине. А сейчас это кладбище домов. Когда-то здесь жили более трех тысяч человек. А сейчас это сплошная пустота. Русский мир прошелся по этому селу, не оставив ни одного уцелевшего дома. Именно через это село эвакуировались люди из Херсона, называя эту дорогу дорогой жизни. От того красивого и цветущего когда-то курортного села на лимане ничего не осталось. У нас очень красивая местность. Там скалы и там скалы. И уже начали приезжать туристы. Их было много. Берег был полностью усеян. Были и перспективы на то, что это село будет туристическим. Убегали через дамбу, которая за селом. Ведь это была единственная дорога на Николаев. Наталье и ее мужу повезло. Они прорвались. Мы текали. Мы убегали 28 марта. Как сейчас, в Калошах. Непонятно в каких куртках. Мы с мужем убегали через дамбу на Николаев. На тот момент уже были достаточно сильные прилеты. Ну, эвакуироваться через дамбу смогли не все. Окупанты с танков обстреливали. На обочинах остались скелеты автомобилей, в которых люди пытались убежать от войны. Сколько здесь погибло, неизвестно. Село освобождали очень тяжело. Ведь оккупанты держались до последнего. Сергей один из первых заходил в село со своим подразделением. Он живет недалеко и очень хотел увидеть свой дом. То, что важко, то, что, знаете, как... Тяжело, знаете, как... Сердце стучит. Идешь в родной край, мурашки по телу. И знаешь, что опасно, а надо делать. В руины возвращаются люди, возвращаются туда, где хотя бы сарай остался цел. Владимир будет жить в бане. Воду и продукты привез с собой. Я был в Умане, потом вернулся в село, чтобы хотя бы сохранить то, что осталось. Баня осталась целая. Есть чем-то пить. Я приехал с дровами. Буду тут зимовать. В холоде, без света и воды. Но на своей земле. Люди верят, что все вместе смогут восстановить свое село. Главное сейчас – это победить оккупантов. Да, как вы только что увидели после себя, военные преступники на украинской земле оставляют разруху, горе и искалеченные судьбы. А еще минируют наши города и села в моменты своего позорного бегства. А ведь сколько было ситуаций, когда эти варвары минировали даже детские игрушки, пищу и даже тела погибших мирных граждан. Сейчас с такой же проблемой столкнулись на Херсонщине. И вот в такие моменты весь цивилизованный мир должен лицезреть работу героических украинских саперов, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради жизней своих соотечественников. Именно об этом следующий сюжет от наших коллег с телерадиокомпании «Приз». Россияне после отхода с правого берега Днепра оставили после себя очень много сюрпризов. Поэтому работы у наших ребят хватает и днем, и ночью. Именно сейчас они будут делать контролируемый подрыв найденных боеприпасов. Он заметил мину по дороге к участку, который не был обозначен для обследования в этот день. Поэтому работа началась заблаговременно. Александр не может пройти мимо любого взрывоопасного предмета. Александр – сапер, имеет немалый опыт работы, поэтому обезвреживание взрывоопасных предметов совершает по четкому алгоритму. Бывают такие моменты, что оставляли ловушки под минами, и в момент ее поднятия срабатывает ловушка и детонирует, соответственно, снаряд. То есть каждый снаряд мы стягиваем только кошкой, а потом уже обсматриваем его нормально и обезвреживаем. Если есть возможность, если нет возможности, мы ликвидируем его. Наконец-то группа доехала к месту назначения. Этот кусок дороги находится между двумя населенными пунктами на Херсонщине. За несколько часов работы саперы насобирали вот такой опасный урожай. Очень много работы, очень много мин противопехотных, противотанковых, много мин, пункт 3, медальон. Иногда ребятам приходится в день подрывать и 50 единиц взрывоопасных предметов. Некоторые из них заметить и обезвредить непросто. Сложнее всего найти обычную противопехотную мину и растяжку. Ну, это по моему мнению. Оба сапера родом из Одессы. Прошли соответствующие курсы и направились на разминирование соседних областей. После того, как вооруженные силы Украины выбили их с города Вознесенск, мы поняли, что в Одессу они уже не дойдут никакой ценой. Мы собрали группу и выехали им навстречу. В их профессии нет второго шанса или попытки. Все нужно делать взвешенно, четко и не спеша, говорят военнослужащие. Не забегай вперед, смотри всегда под ноги и думай так, как думает твой противник. В родную Одессу ребята вернутся не скоро. Ведь работы для саперов в Украине хватит не на один год. А сейчас давайте детальнее обговорим ситуацию на слабожанском направлении. Именно тут захватчики с первого же дня полномасштабного вторжения проявляли особую жестокость. Предыдущая неделя, к сожалению, исключением не стала. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелом подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучная, Терновая, Старица, Волчанск и Строевка Харьковской области. А теперь, внимание, эксклюзивный материал с Харьковской области. Блестящая работа украинских танкистов, а также наших военных медиков. В мирное время их бы называли людьми в белых халатах. А сейчас они в самом пекле войны делают все возможное и даже невозможное, чтобы непосредственно в зоне боевых действий спасать жизни своих попротивов. А еще в ближайшие несколько минут вы убедитесь, как умело украинские боги войны и в прямом смысле слова бьют врага его же оружием. Трофейная техника теперь смертельно опасна для самих непрошенных гостей. Детальнее в сюжете с передовой от корреспондента ТСН Маргариты Потаповой. На утреннем солнце посреди поля сохнет от грязи гусеничный бронетранспортер. Боевая машина М-113 стоит на страже у медиков 92-й бригады. Это всюду проходимая машина, которая имеет броню, защиту от... ...пуль и обломков, поэтому она имеет хорошую защиту, в том числе и от мин. Машина едет туда, где бойцам нужно спасать жизнь. Внутри док показывает рюкзак с подписанными отделами для первой медицинской помощи. Хирург-онколог в мирной жизни в железном ящике держит свои инструменты. Лучше наложить зажим, чем турникет, если это возможно, и сохранить ткани, чтобы они были меньше повреждены. Больше всего у ДОКа работы, когда подразделения оттесняют россиян с ранее занимаемых позиций. Подрывы на минах и вражеский артиллерийский огонь наносят больше всего травм бойцам на Харьковском направлении. Управляет операционной на колесах Василий с позывным «Партизан». На этой броне водителю нередко приходится рисковать своей жизнью для спасения украинской пехоты. Приходится ездить по минным полям, потому что жизнь человека важнее всего. Приходится, конечно, рисковать, за это нас ругают, приходится выбирать. ДОК молодец, может под посадкой, в поле, и под бронёй сшить, связать, чтобы спасти жизнь. Поэтому честь ему и хвала. Сегодня командиры подразделения награждают орденами и отличиями команду медиков за их работу на передовой. Дякую. Служу украинского народа. Бойцы на передвижной операционной гусеничного бронетранспортера отправляются на боевое дежурство. Экипаж другой брони, модернизованного танка Т-72, возвращается из боевого задания. 130 лошадей, нормальная машина, жалоб нет. Модернизирована в 2018 году. Этот панцирник бойцы 92-й бригады отобрали у россиян во время контрнаступления. Пушка по украинским военным, говорит боец, не стреляла, потому что была неисправна. Пушка на компьютере показала 16 настрелов снарядов. Сейчас уже тысяча после нас. Уничтожать врага на Купьянском направлении, куда российские войска стягивают свои силы, главная задача этих бойцов. На днях 92-я бригада показала редкие кадры танковой дуэли. Украинский экипаж Т-62 первым и точным выстрелом ударил по российской модернизированной броне. В результате экипаж у россиян вместе с танком уничтожен. Танкисты своей меткой работой не кичатся. Как обычно, вышли мы, вышли они. Наши отработали, попали. Обошли назад, зарядились. Боец Игорь показывает аналогичную боевую машину, которая под крайнего выезда натолкнулась на мину. Борта поотрывала динамическое средство, полку подняла, машина вышла своим ходом, механик контуженный. Она ездит, просто надо поставить динамическое средство, которое будет помогать нам при попадании вражеских снарядов. Быть мишенью для вражеской артиллерии, для бойцов танкового экипажа – дело привычное. Но они не боятся, потому что знают, что меткие выстрелы их пушек защищают украинскую землю от российского врага. Настало время детальнее проанализировать оперативную обстановку на северском направлении. Здесь также все очень напряженно. Враг не дремлет и тут. На северском направлении противник совершил обстрелы из ракетных систем залпового огня в районе населенных пунктов Блешня, Черниговской области и Нововасильевка, Атинск, Искрисковщина, Павловка, Водолаги и Краснополие на Сумщине. Все мы помним, какой ужас творила в начале полномасштабной войны вражеская авиация. Наглые и жестокие атаки вражеских самолетов, вертолетов, будем откровенны, стали страшным сном для украинцев. Вот только уникальность наших вооруженных сил заключается еще и в том, как быстро наши герои умеют адаптироваться к преступным действиям врага и находить очень успешное противоядие. Прямо сейчас уникальнейший материал. Вы увидите украинских представителей противовоздушной обороны. Эти настоящие мужчины в следующем сюжете от наших коллег с военного телевидения Украины даже откроют некоторые секреты того, каким образом наше ПВО становится сильнее с каждым днем. Врагу будет неприятно такая информация, но это точно и его проблемы. Все мы хорошо помним, как нагло себя вела российская авиация в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда российские самолеты, вертолеты и беспилотники могли себе позволить десятками залетать глубоко в тыл нашей обороны и, соответственно, сбивали их тоже десятками. Но проблема вражеская авиация все равно создавала. Это, наверное, можно сказать про всю вражескую авиацию. В самом начале войны мы все помним, как нагло они себя вели и как активно действовали. Ходили, как говорят, по голове. Я сам помню, как несколько раз был вынужден лежать под авиаударом. Такое впечатление забуду нескоро и никому не пожелаю. Сегодня российская авиация не такая смелая. Правила игры изменились. Вернее их изменили наши силы противовоздушной обороны. Нам удалось создать эшелонированную оборону, включающую в себя и средства ближнего действия, такие как ПЗРК и зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия, ОСА, БУК и дальнего действия С-300. То есть, комбинируя эти средства, выстраивая эшелонированную противовоздушную оборону, мы заставили противника отступить. Они понесли значительные потери в авиации и стали действовать более осторожно, но в то же время и менее эффективно. На сегодняшний день список средств поражения воздушных целей у украинской армии такой, которым вряд ли сможет похвастаться хоть одна страна в мире. Особенно это касается переносных зенитно-ракетных комплексов. Я всегда говорю, что это уникальная ситуация для любой армии и любой войны, потому что мы можем комбинировать разные виды оружия. Учитывая все их плюсы и минусы и используя их более эффективно. Например, у американцев есть стингеры, но нет британских старт-стриков. У британцев, соответственно, наоборот, они не пользуются стингерами. Мы же, имея и первый, и второй, и третий, учитывая все нюансы, можем найти тактические приемы, которые будут наиболее эффективны в наших условиях. Вот, например, легкая многоцелевая управляемая ракета «Мартел» на базе британской ПЗРК «Старстрик». Он состоит на вооружении только у двух стран, помимо Украины, Великобритании и Индонезии. Она разработана на базе «Старстрик», но это не сам «Старстрик». Это новая ракета, разработанная в 2019 году. Видите, сам пусковой механизм окрашен в оливковый цвет, а сама ракета в цвет «Койота». Первое свое применение в реальных боевых условиях ракета получила именно в Украине в этом году. Первый пуск и сразу первая сбитая цель – вражеский беспилотник. Здесь нет того человека, который сбил, но он именно с этой ракеты сделал первое боевое крещение. И первой же ракетой сбил Орлан. Любое оружие, попадающее в руки наших военных, всегда становится эффективным средством борьбы с российским агрессором. Это утверждение уже давно стало аксиомой благодаря украинским солдатам. И теперь враг знает, что покоя им не будет нигде. Ни на суше, ни на воде, и тем более в украинском небе. А еще в начале полномасштабного вторжения весь мир был шокирован вот этой новостью. Российские снайперы жестоко и бездушно расстреливали ни в чем не повинных мирных украинцев. Это было в Буче, Бородянке и других украинских городах. Вооруженные силы Украины, конечно же, также используют снайперов для защиты своей родной страны. Вот только наши военные, это, конечно же, не российские преступники. Украинские снайперы уничтожают, ликвидируют лишь тех, кто пришел к нам в дом с войной. Сейчас вы увидите эксклюзивный материал наших коллег с военного телевидения Украины. О том, как снайперы вооруженных сил нашей страны оттачивают свое мастерство, чтобы применить его по назначению против тех, кто этого действительно заслуживает. Меткий снайперский выстрел – это ясный ум, максимальная концентрация, выдержка и высокий уровень профессиональной подготовки. О том, как готовятся украинские снайпера, детальнее смотрите в нашем сюжете. На одном из полигонов идет интенсивная подготовка снайперов вооруженных сил Украины. С помощью инструкторов они получают новые знания и практические навыки. Сейчас, например, мы тренируемся в стрельбе. Для снайперов устанавливается определенная дистанция, они по своей сетке прицеливаются. Мы, в свою очередь, ставим на определенное расстояние мишень. Они определяют это расстояние, вносят поправки и стреляют. За плечами каждого из них непосредственное участие в боевых действиях. Во время обучения они делятся собственным опытом и совершенствуют свои навыки. Специфика тренировок максимально приближена к реальному бою. Готовим их как для индивидуальной работы, как говорят, снайперского ведения боя в наблюдательном режиме, так и для штурмовых действий, для прикрытия штурмовых групп. Помимо высокой профессиональности и физической подготовки, снайперская работа требует психологической стойкости и стальной выдержки. Это великая и точная наука. Нужно иметь терпение, холодную голову и ни в коем случае не шевелиться, не торопиться, не убегать, а просто делать свое дело. Снайпер – смертельно опасный воин на поле боя. Ребята постоянно тренируются, чтобы в нужный момент сделать тот самый меткий выстрел. Уже очень скоро в программе «Фронт Ньюз» новые, уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова